Hi there! Это Элен Торнадо, и мы поговорим с вами на очень интересную тему. Clever, smart, intelligent. What's the difference? Все три слова переводятся на русский язык умный. В чем же разница? Я начну с прилагательного intelligent. Это слово является формальным и может использоваться для официальных характеристик. Однокоренное существительное intelligence вы можете встретить в научной литературе, но это слово также может использоваться и в разговорной речи. Прежде всего, прилагательное intelligent имеет значение с высоким уровнем интеллекта, то есть высокоинтеллектуальный и одновременно хорошо образованный. Intelligent – это умный и хорошо образованный человек, то есть высокий интеллект и хорошее образование. Прилагательное clever имеет как положительное значение, так и негативное, то есть это слово с эмоциональной окраской. Первое значение clever – сообразительный, способный, ловкий, то есть умный by burn, от природы, по рождению. Например, собачки и другие животные, которые дрессируются, они clever. Кошки, которые сами по себе от природы такие умные, хитрые – clever. Обезьянки, monkey – они тоже умные – clever. Дети, которые хорошо и быстро обучаются, быстро думают, быстро решают задачки, способны, талантливы – clever. Итак, clever – способный, сообразительный, умный by burn, от рождения. Второе значение может иметь как положительную, так и негативную окраску. Clever – острый на язык. То есть это может быть как человек, который подмечает и говорит справедливые вещи в смешной форме, так и тот, кто изощренно говорит что-то обидное и неприятное. Следующее значение – clever – удобный. В каком смысле? A clever tool – удобный инструмент. То есть вы купили какой-то инструмент, и он удобный в использовании, в употреблении. О нём можно сказать – a clever tool. Это также может быть какое-то приспособление, которое помогает справиться с какой-то проблемой. A clever tool – удобный инструмент, удобное приспособление. И ещё clever может иметь значение удачный. A clever idea – удачная идея. Например, в одном ресторане, где стало мало посетителей, хозяйка ресторана придумала романтический ужин для влюблённых. Они накрывали столик на лужайке под деревом, украшенным фонариками. Скоро таких столиков стало больше, чем в самом ресторане. А запись была за месяц вперёд. A clever idea – умная идея, удачная идея. И очень часто это прилагательное употребляется с негативным смыслом, с негативной окраской. Например, мальчуган, который делает какие-то пакости из-под тишка, а потом всё это ему сходит с рук, потому что все думают на другого. Он clever, даже часто говорят clever, clever, такой умный-умный. Можно перевести как хитро-умный. Или человек, который как-то неочевидно обманывает или хочет обмануть, чтобы получить выгоду. В этом смысле с русским языком есть кое-что общее. У нас есть такой вопрос. Ты что думаешь, что ты такой умный, да? Хочешь сказать, что ты умный, да? Вот именно в таком значении. То есть ты хочешь нас обмануть, а мы ничего не поймём. Умный, да? Умный-умный. Я очень часто говорю, что английский и русский языки совершенно разные, и все совпадения случайны. Но вот в этом случае как раз и есть совпадение. И как раз в этом значении умный-умный клава довольно часто употребляется в английском языке. То есть с такой вот негативной окраской. Итак, давайте повторим все пять значений. Первое. Сообразительный, догадливый, способный, умный от рождения. By burn. Второе. Острый на язык. Как с позитивной окраской, так и с негативной. Удобный. A clever tool. Удобный инструмент. Удачный. A clever idea. Удачная идея. И умный-умный, такой хитроумный. Умный с негативной окраской. И мы переходим к следующему слову. Smart. И оно употребляется гораздо чаще, чем прилагательное clever в значении умный. Первое значение – догадливый, толковый. Как это значение объясняют носители языка? Такой человек знает, как устроен мир, он делает выводы и получает профит, выгоды из этого. Или добивается какой-то цели. Второе значение – опрятный. Конечно, когда идёт речь о внешнем виде человека. И третье, похожее значение – элегантный. Синоним прилагательного elegant. Элегантный – это не только опрятный, но и со вкусом одетый и с хорошими манерами. Четвёртое значение – фэшенебельный. Обычно употребляется с неодушевлёнными существительными. Например, ресторан, отель. A new smart hotel – новый фэшенебельный отель. И есть ещё пятое значение, оно появилось недавно. С программным обеспечением. Smartphone – умный телефон. Телефон с программным обеспечением. Мы часто встречаем слово smart в описании гаджетов или современной электроники. Smart – это и значит с программным обеспечением. И, кстати, в русском языке с появлением программного обеспечения последнее слово стало возможным произносить с ударением на четвёртый слог. Это уже нашло отражение в некоторых орфоэпических словарях. В английском языке smart tools называют ещё измерительные инструменты, умные инструменты. То есть шестое значение – измерительный. Итак, шесть значений прилагательного smart. Да, гадливый, опрятный, элегантный, фэшенебельный, имеющий программное обеспечение и измерительный. Но есть ещё одно слово, которое часто употребляется в разговорной речи. Это слово cute. Первое значение – милый, когда вас что-то умиляет, особенно в ребёнке или в молодой девушке. Второе значение – привлекательный. A cute smile. Милая привлекательная улыбка. A cute puppy. Милый привлекательный щенок. Это прилагательное употребляется, когда привлекательный не только внешне, но и привлекает умом и сообразительностью. Очень часто употребляется в значении умный, проницательный, особенно по отношению к детям, подросткам и детёнышам животных. Друзья, если информация полезна, то поставьте лайк и напишите что-нибудь приятное в комментариях. Вы можете забрать это видео себе на стену в соцсети. Для этого кликните на надпись «Поделиться» под видео. А, мои дорогие студенты, продолжайте практику устной речи под видео. Bye-bye! Субтитры подогнал «Симон»!